У меня может быть дружба с людьми, дружба настоящая, может быть или нет? Сейчас объясню. Я изучаю этот вопрос очень серьезно. Как определить, что такое настоящая дружба? У меня была ситуация в жизни, жуткий стресс, в котором я потерял себя, то есть я перестал вести себя как человек, который всем все объясняет. Я бегал и спрашивал, как мне, что делать, что мне делать? Можете представить, что я могу попасть в такую ситуацию? Не можете, потому что вы со мной другие отношения строите. И некоторые люди от меня отвернулись сразу, близкие. Но они не были никогда близкими на самом деле. А некоторые говорят, что все будет хорошо. Они приняли роль матери, отца, друзья такие начали заботиться обо мне. Говорят, что все будет нормально, не волнуйся. И они остались со мной. У меня уже поменялось, я уже опять стал крутым. Но как бы идея такая, что вот эта дружба настоящая означает, что человек любую позицию по отношению к другу займет, если есть настоящее отношение. Но если человек что-то хочет от тебя, он хочет так же, чтобы много людей на лекции ходил, поэтому он дружит. Это не дружба. Дружба настоящая бывает только в чистых отношениях. Я начал изучать, где же дружба. Когда я это увидел, что ноги отвалились от меня люди, я думал, где же дружба. Тогда я начал изучать и увидел, что настоящая дружба бывает у моего наставника, с его, с тем, кто, ну, с его, как это называется, то есть у них один духовный учитель. Я смотрю, у них настоящая дружба. Я смотрю, какая у них глубокая любовь. Они так же не могут при мне общаться рядом, потому что я мешаю. Я мешаю проявлению их чистых отношений. Я не пойму то, что они друг другу могут сказать. Поэтому они останавливаются в беседе, когда я подхожу. Я смотрю, почему они остановились. Не потому, что они мне не доверяют, а потому, что я не могу пребывать в таких же отношениях, как они. У них отношения очень чистые и светлые. Я пока этого еще не понял. Я не понял, какая чистота должна быть между людьми. И поэтому они останавливаются и как бы отвечают на мои вопросы, когда я подхожу. Они не против меня. Они хотят мне помочь. Но они не могут общаться друг с другом рядом со мной. Почему? Потому что я не готов это слышать. Я смотрю, ого, ничего себе, это здорово. Здорово, что такое есть. Я отхожу и начинаю смотреть на них издалека. Я смотрю, как они общаются друг с другом. Я начинаю видеть, я так ни с кем не общаюсь. Видите, настоящая дружба может быть между теми, кто очень свят. Поэтому нет смысла сейчас очень сильно беспокоиться о том, что у меня нет настоящих друзей. Не надо об этом беспокоиться, потому что это результат настоящей жизни. Когда ты живешь настоящей, чем больше настоящей жизни, тем больше настоящих друзей. Чем больше настоящая жизнь, потому что настоящая дружба основывается на вере. А вера – это духовное чувство. Это чувство, в котором, допустим, как поверить в друга. Друг должен обладать соответствующими качествами, чтобы в него поверить. Он должен быть таким, понимаете, который может за тебя жизнь отдать, может в трудную минуту тебя не подвести. Но это духовные свойства уже, понимаете. Простой человек не способен на это. На это способны только возвышенные люди. Когда один возвышенный человек оставлял эту жизнь, несколько других возвышенных людей все бросили, все. И прилетели к нему, хотя они были в разных частях света. И они в тот момент, когда он оставлял тело, были рядом с ним. Теперь вопрос, как они узнали о том, что он оставляет тело. Ну как они поняли, что именно сейчас надо прилетать. Вот у меня какой вопрос возник, то, что они хотели прилететь и быть рядом с ним. Не было сомнений. Но как поняли, что именно в этот день люди собрались несколько дней буквально. Откуда они знали, что сейчас он оставлять будет тело. Это то, что я увидел. Я думаю, ничего себе. Так они настолько близкие отношения строят, что они знают, что человек оставит тело в этот день. В этом означает настоящая дружба, понимаете. Друг почему не бросит в беде? Потому что он знает, когда беда. Он знает, что вот сейчас беда на самом деле идет. Надо помогать в это время. Вот я в метро ехал, проходила нищая. Говорит, пожалуйста, помогите мне. Мне так тяжело. Дети голодные. Пожалуйста, дайте денег. Так как я из святого места вернулся, я посмотрел в ее сердце. Я как друга ее начал воспринимать. Не отгородился так, а вдруг она обманывает меня. Я посмотрел в ее сердце. И увидел в ее сердце, что она хочет выпить. Я увидел это вот просто нормально. Что человек болен алкоголизмом. И он хочет выпить сейчас. Я не смогу ему помочь ничем, потому что я не смогу ему рассказать, рассказать, как жить сейчас правильно. Но я не должен в этом случае идти на поводу его желания. То есть дать денег ему смысл. И самое лучшее для него, чтобы не было спиртного. Он перемучается и потом начнет думать, как жить, отрезвеет. Вот видите, можно даже в этой ситуации строить близкие отношения. То есть идет нищий, непонятно, то ли он нищий, то ли не нищий. А ты возьми его, открой ему свое сердце. Вот открой для него сердце и попытайся, ну так вот, как бы на него вот так близко посмотреть. Мы с женой подошли к одной женщине, она стояла. Помогите моему сыну, мой сын болен. Я встал, говорю, а чем болен? Она раз мне показывает данные там, вот это все. Я говорю, хорошо, давайте я вам помогу. Я врач, я могу лечить эту болезнь. Ну, по крайней мере, многим помогло. Давайте попробуем. Приезжайте бесплатно к нам, полечитесь. Мы вам все, как бы, все для вас сделаем. Она приехала, как вы думаете? Нет, а знаете почему? Потому что она не этим занималась. Она собирала деньги просто с населения. Потому что, когда человек на самом деле просит помощи для того, кто болен, он куда идет, этот человек? Тому, кто близок к нему. Он идет к тем, в первую очередь, кто может помочь. Он идет к своим друзьям. Он пытается просить помощи у тех, кто откликнется на его призыв, кто близок к нему, понимаете? В народ так же, так же эти люди могут идти такие, в народ. Но чаще всего настоящие люди, которые просят, идут в народ. Для чего, знаете? Для того, чтобы поверить в народ. Настоящие люди, которые хотят нищинствовать, жить вот так вот, как нищие, они просят подаяние, они открывают сердца людей. Если они это делают честно, то есть, если они делают это не для наживы, а просто для того, чтобы как перебиваться в жизни и думать о Боге. Такие есть люди, которые нищинствуют для этого. Они это делают по-другому. Они это делают с любовью в сердце. Они подходят, говорят, дайте, пожалуйста, мне немножко на то, чтобы покушать. И у тебя в сердце сразу, а-а-а, надо этому человеку дать. У меня возникает желание, я видел таких людей нищих. Или вот, допустим, я шел вокруг вот этого святого места, там много таких нищих сидит. В Индии много нищих людей. Это нормально. Для культуры это нормально считается. Нищие люди – это хорошо. Потому что иногда человек бросает всю материальную деятельность ради Бога. И он садится на дороге и думает, Бог мне поможет, если я буду жить для Него. И я прохожу мимо таких людей. Я смотрю, сидят женщины в белых одеждах, которые отречены. И они смотрят на меня, просто руки подстали. Это означает, что ты можешь мне дать пожертвование для моей вот такой жизни. Можешь дать. Но если не хочешь, можешь не давать. У меня сердце говорит, я хочу, хочу. Я достаю деньги, даю, 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 даю. Потом подбегает ко мне. Я, у меня тоже деньги. Я не хочу. Потому что совсем другой результат. Человек хочет другого. Тут смотри, человек молится, молится. Он говорит, да. Ему нужно кушать тоже, да. Я хочу поддерживать такого человека. Потому что у меня в сердце возникают с ним близкие отношения. Видите, близкие отношения возможны только, если есть духовная жизнь. Нет духовной жизни, есть потребность. Видите, человек говорит, я хочу кушать, дайте денег. Не хочется давать. Видите, мы не заинтересованы просто поддерживать жизнь человека. Дружба означает, что есть очень возвышенные отношения. Нет возвышенных отношений, нет дружбы. У меня есть что-то возвышенное в сердце, будет дружба. Нет ничего возвышенного, не будет дружбы. Потому что, когда человек почувствует, что ему со мной тяжело, а у меня с ним не было никакой возвышенной отношений, мы не для возвышенных отношений с ним рядом были, он возьмет просто тихонечко и скажет. Goodbye, my love, goodbye. Goodbye, allé, 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 allé. И уйдет просто, и все. А? Что? Деть лучше станет. Ну, будет все хорошо, вот так. Вот. С очень таким теплым чувством бросит тебя просто этот человек. Почему? Потому что дружба может основываться только на духовной жизни. Она не может, смотрите, есть разные виды дружбы. Когда мы вместе ездим отдыхать, наслаждаться, балдеть, самый поверхностный вид дружбы. Нет смысла рассчитывать, стресс от чего возникает. Вы такую дружбу строили, потом попали в беду, и думаете, что эти люди вам помогут. Они не помогли, вы в стресс попали. Никогда они вам не помогут. Вместе балдеть ездите. Это не дружба. Следующий вид дружбы. Деловые отношения. Означает отношения, в которых мы стремимся к результату. Более высокие отношения. Пока мы заинтересованы друг другу, мы будем заботиться друг другу, защищать. Это будет очень искренне. Но когда человек уже не может дать результат, мы поможем тебе найти другую работу. Следующий вид дружбы. Делать вид, что мы друзья, очень близкие. Собираться и общаться. О чем? О погоде. О том, как нам тяжело жить. Чесать язык вместе. А мне так тяжело жить. И мне так... Ну все козлы вокруг, но никто нас не понимает. И все. И чешем язык друг с другом. Вроде бы близкие отношения, да? Но это обман. Это самообман. Потому что этот человек хочет просто, чтобы его кто-то понял. Он не хочет ничего сделать для другого человека. Просто, чтобы понял. Если ты, допустим, вот поведешь себя по-другому и, допустим, скажешь, ну извини, мне некогда сейчас пока разговаривать. У меня дела. И так пять раз подряд. Он больше тебе звонить не будет. И дружба, оказалось, не нужна этому человеку с тобой. Он будет с другим уже вот так вот эти отношения строить. Пожалуйста, вот послушай, как мне тяжело жить. Я хочу, чтобы ты наслаждал меня тем, что ты обо мне думаешь, слушаешь. И поэтому я тебе буду вот эту всю ахинею нести. Вот. Это не дружба. Видите, она основана опять на желании наслаждаться обществом человека. Дружба начинается когда? Когда ты хочешь служить. Даже, смотрите, два человека хотят служить, допустим, вере своей рядом. Уже больше дружбы. Они, может быть, и не строят даже близких отношений. Но проходит время, и они понимают, что они близки друг к другу. Очень близки. Потому что у них близкие отношения, близкая цель, одинаковая цель, одинаковый способ жить. Они одинаковые, они так же идут в жизни. Они думают, о, близкий человек через какое-то количество времени. Но если люди хотят настоящих отношений, они это делают с помощью открытия сердца, бесед, об истине, об истине. А мне часто бывает так, человек подходит, говорит, Олег Геннадьевич, я слушаю ваши лекции. Я говорю, спасибо. Ну, человек подходит для того, чтобы близкие отношения построить. Но то, что он слушает мои лекции, мне этого недостаточно, чтобы построить с ним близкие отношения. Потому что следующим вопросом может быть такой вопрос. Олег Геннадьевич, я вам очень благодарен за то, что вы читаете лекции. И дальше, когда я говорю, спасибо вам за то, что вы их слушаете, я так вам благодарен. Следующий вопрос от него. Как вылечить геморрой? Смотрите, то есть мы уже завязали близкие отношения. И дальше начинается эксплуатация. То есть человек не хочет служить, он хочет из меня в тот, пока я еще тепленький, пока я еще его люблю, за его слова красивые по отношению ко мне. Как можно больше выжить из меня, пока еще идет. Васька, давай еще немного. Вот. Спирт, чтобы капал дальше. И у меня сразу оп в сердце. Обманули. Обманули. Поэтому, понимаете, есть разные уровни отношений. Когда, допустим, ты видишь, что человек ни в чем не нуждается, он нуждается только в духовной жизни. Так же, как ты. Ты можешь с ним строить уже очень близкие отношения. Это называется дружба. Но когда человек нуждается в знании от тебя, это уже другая дружба, это тоже дружба. Но ты немножко держишь на расстоянии человека. Почему? Потому что ты не хочешь, чтобы он все опошлил. Ты с ним строишь другие отношения, в которых ты хочешь, чтобы он получал наставление и менялся в жизни рядом с тобой. Это отношения старшего-младшего. Есть еще отношения младшего-старшего. Когда ты думаешь о ком-то, боготворишь его, молишься, чтобы эти отношения поддерживались чистые, светлые. Но вот в тех отношениях старшего и младшего, младшего и старшего, интересно, что большинство людей, они старшего человека пытаются использовать в своих интересах. И есть небольшая группа людей, которые в своем сердце думают, я хочу для тебя служить, ничего от тебя не надо. Пожалуйста, оставайся в моем сердце. Пожалуйста, будь со мной. Пожалуйста, я хочу, чтобы наши отношения светлые продолжались всегда. И тогда такого человека старший принимает, как своего друга. До этого он, пожалуйста, говорит, пожалуйста, будь рядом. Все нормально, все хорошо. Но близких отношений не строит. Но как только человек встает на платформу служения, сразу старший говорит, ты мой близкий человек. Я хочу, чтобы ты был рядом. Потому что он уже от тебя ничего не хочет. Видите, близкие отношения могут быть только тогда, когда мы ничего не хотим. Субтитры создавал DimaTorzok